Всем привет, ребятки, с вами Джофф, это новые ответы разработчиков, самая интересная и свежая информация по World of Tanks. Итак, поехали! Разработчики сообщают, что по замене британского ТТ 10 уровня FW-215B на Чифтейн, они пока что еще ничего не решили. Поддержки Vulcan API пока что не будет, сообщают разрабы. Будет ли это вообще когда-нибудь в дальнейшем? Пока что они сказать не могут. Относительно того, что модель советского ТТ 10 уровня FW-7 кривая, и ее нужно поправить, Михаил Живец сказал следующее. Модель внезапно поправили уже несколько патчей назад. Будет ли в будущем исправлена ситуация с провисаниями игры при засвете противника в начале боя? Пока что разработчики ничего по этому вопросу сказать не могут. Также, ребята, стало известно, что в моем патче при переводе Як-Пантеры 2 в новое HD-качество у нее станет картонной маска-орудие. Посмотрите на эти два скрина. Вы видите, что там есть небольшой зеленый кусок, где у Яги 2 будет всего лишь 100 мм. Пока что неизвестно, или это ошибка моделеров, или это действительно так было в историчности. Но тем не менее, если Яга действительно попадет в релиз игры с таким вот нововведением, в кавычках, то всем любителям этой ПТ-САУ придется весьма не сладко. Ведь самое главное преимущество этой ПТ-шки на восьмом уровне, это, конечно, то, что у нее были хорошие Уэны и непробиваемая даже для десятых уровней рубка. Также, ребятки, на супертест выкатили вторую итерацию изменений по СТ девятого уровня Леопард Прототип. Что же изменилось? Во-первых, скорость поворота башни стала намного лучше. Плюс добавили немножечко ХП, плюс 50 единиц. Также, ребятки, этому танку апнули стабилизацию и время сведения. Вы помните, что в одном из своих видео я вам говорил, что, по сути, это СТ даже не СТ, а просто ПТ-шка с хорошей максимальной скоростью. Так вот, видимо, разработчики пытаются это как-то исправить и апут данный не самый лучший на девятом уровне немецкий СТ. И это хорошо. Но где-то разработчики апают, а где-то, скорее всего, будут нерфить. Все мы помним, что в нынешнем патче 0.9.10 американский тяжелый танк 10 уровня Т110Е5 перевели в HD качество и очень хорошо апнули по броне. То есть, если раньше он совсем без проблем пробивался в НЛД и комбашинку, то сейчас с этим есть кое-какие трудности у большинства игроков. Я сам катался на этом танке и вам рассказывал, насколько он стал имбоват. С тех пор его статистика поднялась с среднесерверных 49% и уже достигал отметки 52.6% побед на сервере и продолжает расти. И что же сказали наши разработчики? А наши разработчики сказали, что всерьез обеспокоились проблемой и уже задумываются над ребалансом этого танка. Ну, типа, недолго музыка играла, недолго 110-ка танковала. Что, ребятки, можно сказать по этому поводу? Это всего лишь, ребятки, данная ситуация показывает компетентность отдела баланса. Нет, я ничего не имею против апа этого танка. Мне этот танк нравится и он один из моих самых любимых в игре. Но они ведь геймдизайнеры. Они должны понимать, что и как они изменяют в каком-либо танке. Ведь у нас все-таки игра не про совсем историчность, а про нагиб геймплей и баланс. Они должны понимать, как сделать, как отбалансировать танк так, чтобы он не сильно выделялся по проценту побед и чтобы был плюс-минус на одном уровне с одноклассниками. Как минимум просто для того, чтобы не было ситуации, когда ты сначала танк апаешь и все игроки радуются, а потом тебе приходится его нерфить, и ты получаешь просто себе в лицо огромные потоки дерьма. Но вот, видимо, ребятки, именно это и случится, потому что 110-ка реально получилась переапанной, хотя лично мне это нравится, и разработчики в скором времени, ну, если не броню, то, может быть, что-нибудь другое этому танчику понерфят. И это печально. Но, опять же, отдел баланса у нас, видимо, живет какой-то своей жизнью и видит какую-то свою игру, если, конечно, вообще играет в нашу игру. Печально, господа, печально. Также разработчики сообщили, что модели советских премиумных танков ИС-6 и КВ-5 скоро выйдут в HD-качестве. Будут изменения в бронировании, но там по мелочи в основном. И советский премиум ТТ-8 уровня ИС-6 выйдет без изменения по уровню боев и так далее. Так что владельцы этого премиума могут не беспокоиться. Относительно даты выхода моделей немецких ТТ-9 уровня ИС-75 и акционного ВК-7201 в HD-качестве, и будут ли изменения по броне, разработчики пока что ничего конкретного сказать не могут. Модель китайского акционного танка ВЗ-111 в HD-качестве почти готова, но дату выхода пока что не оглашают. Мало ли что может случиться. По дате выхода общего теста с финальной физикой и новыми звуками, разработчики говорят, что как получится, так и сделают. Сейчас еще рано говорить, мало ли тест покажет какие-то есть там проблемы или нет. То есть, ребятки, ничего не известно. Мы можем ждать новую физику и звуки еще 2 месяца, а может быть еще 6 месяцев. Ну, как получится, так разработчики и сделают. В принципе, такая, наверное, вполне нормальная позиция для геймдизайнера, да? Как у нас получится, так мы и сделаем. Как выйдет, так и вот. А вдруг там ошибки, а вдруг то. Ну, ничего страшного. Игроки подождут. Также, ребятки, немножечко ломающих новостей. Шторм на днях полностью проверк вброс по поводу веток ПТ-САУ Японии и Китая, информация о которых появилась в некоторых группах ВКонтакте, посвященных Водов Тэнкс. Он сказал, что в планах на 2016 год их нет. То есть, ребятки, все те скрины, которые вы видели, скорее всего, это какие-то фантазии. Хотя, лично я, ребятки, от себя, опять же, не отрицаю этого факта, что в течение следующего года нечто подобное может и появиться. Потому что, как вы знаете, у наших разрабов по 7 пятниц на неделе. И сегодня одно, а потом вдруг серб говорит, что будут танки 12 уровня. И фиг его знает, кому тут можно верить. Ну, а теперь немножечко зависти и печали в нашем видео. Перед вами, дорогие зрители, World of Tanks на Xbox. И следующее обновление, в котором на очень многих картах будут поправлять графику. Посмотрите, ребятки, на эту графику. Посмотрите на этот аэродром. Посмотрите на эту воду. Посмотрите на это офигенное освещение. Посмотрите на этот лайфокс с дождем. Господи, с настоящим дождем. Он же выглядит просто божественно, ребятки. А линия Зигфрида, какая она солнечная, какая она приятная. Какие горы видны вдалеке. Это просто непередаваемо. В общем, ребятки, все это будет на Xbox One. World of Tanks. Будет ли такое когда-то у нас, нужно спросить у разработчиков в Минске. Чем они, собственно говоря, там занимаются. Ну и последняя сегодня новость. Скорее из разряда догадок и слухов. Один из игроков World of Tanks просматривал личные блоги и странички сотрудников Wargaming'а каждый день. И на одной из страничек он нашел следующую запись. Разработчик спрашивает. Друзья, а как бы вы отнеслись к появлению московских ландшафтов в мире танков? Делитесь своим мнением в комментариях. Возможно, мы вас удивим. В принципе, пока что говорить тут особо не о чем. Но, возможно, разработчики хотят ввести в нашу игру какую-то карту, связанную с Москвой. И я считаю, это было бы клево. Конечно, сами по себе силы вермахта, они в Москву не входили. Они ее только осаждали. Но почему бы фантазия геймдизайнеров не могла бы, скажем так, немножечко зайти за пределы историчности и сделать какую-то московскую карту? Напишите, ребята, в комментариях, хотели бы вы видеть карту Москва в нашей игре, там с перестрелками на Красной площади, с какими-то интересными историческими объектами и так далее. Хотя, конечно, в целом, намек это от разработчика, слив или просто мысли вслух, пока что остается только догадываться. Как мы знаем, ребятки, карта Минск и вовсе была отменена, ими хотя и планировалась. Ну, или как минимум сильно задерживается. Хотя, в принципе, Минск тоже был бы интересен. Но вот битва под Москвой, это что-то вообще из разряда вон и что-то реально интересное. Конечно, не стоит со стопроцентной уверенностью говорить, что такая карта будет. Пока что вот разработчик на своей личной странице спрашивает, интересно это вообще или нет. Но, возможно, что-то такое нас и ожидает когда-нибудь. КТ-ТС. На этом, ребятки, я с вами прощаюсь. Жмите лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте ждать новых ответов разработчиков. Чао-какао! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА